Посмотреть налево, потом направо и убедиться в безопасности перехода. Не пренебрегать такими простыми правилами перехода железнодорожных путей призвали патрульные. Несмотря на габариты шумности, предупредительные сигналы поезда, именно такие переходы становятся местами трагических аварий. Приклад влитку, когда загинула девочка, переходячи, порушивая за переднюю информацию правила. Опасность возрастает. Во время холодной погоды люди надевают шапки, капюшоны, которые уменьшают поле зрения. К тому же часто в ушах наушники, объясняют патрульные. К этим факторам еще добавляются гаджеты, которые отнимают у пешеходов слишком много внимания. Зменшивается инстинкт самозбережения, напевно. Ну, я думаю так. Мы привыкли к наших гаджетов, и это становится невероятной частью нашего жизни. Поэтому мы больше определяем увагу телефонам, гаджетам, чем живому общению. Сами же пешеходы говорят, что соответствующим службам не мешало бы обустроить переходы лучше. Разметка, предупреждающие сигналы, освещение. Ну, конечно, не хватает, чтобы вечером поярче светило. Ну, короче говоря, условия надо создать, чтобы мусора не было, цветы росли. Хотелось бы больше, конечно, пешеходных переходов, потому что ребенок страшный. И, честно говоря, у нас такие водители иногда проезжают мимо и не обращают внимания, как ты идешь с ребенком. Поэтому нужно, чтобы тебе голова поворачивалась. Очень быстро смотреть в одну и в другую сторону. Полицейские напоминают, что тормозной путь поезда в отдельных случаях может быть более одного километра. Лучше остановиться, даже когда кажется, что до многотонной махины еще далеко. Кроме пешеходов, в поле зрения патрульных попали и водители, которые пролетают на красный семафор, рискуя остаться без водительского удостоверения.